Результат нам показывает, что незначительное превышение нормы нитратов в данной бахчевой культуре дыни присутствует. Откуда на рынке нитраты, сегодня выясняли специалисты Роспотребнадзора и Управления потребительского рынка. Мугар Мустафаев уверяет, из Астрахани, но точно не уверен. Говорит, документы на фрукты нужно искать в другом месте. По 100-150 килограмм вот так бьём. Ну они сейчас дорогие, тяжело идёт. И дыни оттуда. Все товары с центрального рынка. Ни накладных, ни заключения лаборатории, ни разрешения на торговлю. Специалисты вызывают полицию, но в угар Мустафаев оказался энергичней. 10 минут и дыни с нитратами исчезли с площади заводской. Опасная концентрация нитратов. А это уже другие дыни и другие нитраты. Торгуют ими в гараже, рядом фуры с арбузами. Кто хозяин, неизвестно. Документов нет. Но продавец уверен, её товар ничуть не хуже, чем у других. Ну что мы как наивные люди. Мы тоже все люди, человеки. Везде всё одно и то же продаём. На любом рынке. Мы и на рынке купим, мы и в магазинах покупаем. Теперь у вас. Всё одно и то же. Пока контролёр с боем покупали фрукты для лабораторных исследований, появился в угар Мустафаев. Опять без документов. Но на этот раз, уверяет, торговая точка не его. Да приехал к Рожбану. Друга спасать, да? Его тут сейчас нет. А где он? Они в Гаире, в Гаире. ДТП случилось недавно. Вот он поехал туда. Рынки, лотки, палатки сегодня стремительно пустели. Контролёры успели проверить арбузы, огурцы и персики. Превышение нитратов в них не выявлено. Это уже не первый фруктовый рейд управления потребительского рынка. И по итогам проверок, понятно, опасная тенденция этого лета. Из шести позиций две не соответствовали качеству. Не прошли. По стандартам это кабачки и дыня. Тоже было завышенное количество нитратов. Всю сомнительную продукцию сегодня отправят на дополнительные исследования. По результатам Роспотребнадзор будет наказывать виновных.